Что это мы здесь наблюдаем? Чью-то голову? Да не просто чью-то голову, это гусеница большого павленевого глаза, большой сатурнии, сатурния пири. Три большие пары ножек грудных, большая зеленая голова с коричневыми щупиками, потихонечку выедает, выбирает всю зелень, всю листву. Остается один маленький черешок, голова надежно защищена большими крепкими щетинками, имеются также синие или зеленые пупырышки, они тоже вооружены щетинками, волоски с капсулами наверху защищают гусеницу, чтобы никто ее не тронул. Все тело покрыто большими зелеными пупырышками и длинными волосками с капсулами. Говорят, не трогай меня, птички, иначе получишь укол и тебе не поздоровится. Моя задача, говорит гусеница, побольше скушать, потому что я тороплюсь вырасти, отпастись от разных неблагоприятных условий, сплести кокон, дать плодовитые потомства на следующий год. И много чего надо сделать. Расти, расти, выжить в жару, в жару и слякать, в дождь и жару, сплести кокон, да еще пережить и осень, и холодную зиму, дождливую весну, дожить до следующего лета. Это непростая жизнь у гусеницы, куколки, да и бабочки большого павленевого глаза. Но вы можете попробовать его развести в домашних условиях, если заведете у себя маленьких гусениц от разводчиков бабочек. И вы кормите их очень просто, грушей или вишней, листьями. Понаблюдаете за такими интересными, волосатыми, ярко-зелеными гусеницами, которые все время хотят кушать. Вы их будете кормить. Если вам интересно, заходите на мой канал, увидите больше о жизни гусениц, вне воли, о жизни, как их воспитывают в домашних условиях энтомологи и любители. До встречи на моем канале.